Украинские слова, которых так боялась советская власть, что изъяла их из словарей. Советская власть, всячески пыталась поддерживать царский миф о том, что мы с россиянами один народ. Чтобы придать больше правдоподобия этому утверждению, в 1930-х годах активно редактировались наши словари, и изымались украинские слова, которые очень отличались от русских, и показывали самобытность нашего языка. Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский, на своей странице в Инстаграм. Исторический контекст. Освободительные состязания украинцев 1917-1921 годов показали, царизму не удалось уничтожить украинский народ, превратить его в часть россиян. Мы способны бороться за свои национальные права, язык и культуру. В 1917 году на наших землях, входивших в состав российского государства, на украинском языке, вышло 747 изданий, на русском – 452. В следующем году украинских изданий вышло еще больше. Однако освободительный процесс 1917-1921 годов закончились поражением. Украинские земли оказались в составе разных государств. На большинстве из них установилась советская власть, продолжившая старую царскую политику русификации. В 1922 году, в Советской Украине на украинском языке было опубликовано, только 186 изданий, в то время на русском – 491. А в Кодексе законов, о народном образовании УССР 1922 года отмечалось, что украинский – это язык большинства населения Украины, особенно на селе, а русский – это язык большинства населения в городах и общесоюзный язык. Утверждался приоритет русского языка и культуры перед украинским. Украинизация обернулась в латентную русификацию, аутентичные украинские слова, собранные Гринченко, все дальше отходили на периферию, изредка попадались в селах, а потом постепенно исчезали из употребления. Какие слова изъяли из словарей? Советская власть активно редактировала украинские словари, изымала слова, которые являются уникальными и заменяли их новыми, максимально приближенными к русскому, чтобы никто не заподозрил, что мы не братья. Какие слова удалили? Кипяч стал кипятком, как в русском языке. Сновида превратился в лунатика. Веляск стал хлопком. Чапурун стал стилягой. Навантага превратилась в нагрузку. Дармовис стал брелком. Руйновище превратилось в развалюху. Дргняки стали мелкими деньгами. Леповица, Слиота, Хлепавка заменили слякотью. Безрух стала застоем. Закутень стал глухим местом. Из-за советской редактуры эти слова вышли из употребления. Поэтому давайте дадим им второй шанс, призывает филолог. Посмотреть эту публикацию в инстаграм-публикация, от Андрии Шимановски, Собака Шимановски. Раньше мы писали о том, какие вузы и школы Украины, нарушали языковой закон. Читайте также о том, что украинский язык, включат в экзамены в польских школах.